Спустя 10 лет к перевыпуску готовится издание Красной книги Ивановской области. В ней содержится информация о редких представителях фауны, обитающих на территории региона. Экспертная комиссия приняла решение дополнить перечень животных. В число особо охраняемых, например, попадет редкий представитель семейства совиных – серая неясать. За последние десятилетия популяция вида снизилась до критических значений. Причины здесь основные две. Первое – это исчезновение, уменьшение количества старых дуплистых деревьев, где может гнездиться серая неясать. Вплоть до того, что она начинает гнездиться в очень нехарактерных местах. Вторая причина – это конкуренция с другим видом. Тоже, кстати, красотокнижим и в какой-то мере родственным. Более крупная длина хвоста неясать увеличивает свою численность, но она более крупная и более агрессивная гнездится в тех же местах и конкурирует с серой неясатью, вытесняя ее с ее территории и даже уничтожая. Нападают, убивают, съедают эту птицу. Красная книга не только пополняется, но и сокращается. Виды, которым не угрожает исчезновение, исключают из перечня. В новом издании, например, не будет осоеда обыкновенного. За последние годы эти птицы значительно увеличили свою популяцию. В Ивановской красной книге более 180 видов редких животных. В этом году список пополнят осы. Стоит отметить, что краснокнижные насекомые обитают не колониями, а поодиночке. Все они представлены в личной коллекции энтомолога Григория Панкова. По сравнению с тропическими видами, Ивановские осы миниатюрные, но от этого не менее опасные. Для Красной книги Ивановской области были предложены осы крупные, яркие, редкие, которые включены не только в Красную книгу Ивановской области, но и в Красную книгу России, в Красную книгу других областей, которые находятся по соседству от нашей области, которые охотятся даже на виды насекомых, которые уже включены в Красные книги. Поэтому они еще более редкие. Стоит отметить, что за уничтожение краснокнижных видов грозит штраф. Познакомиться с млекопитающими, птицами и насекомыми, занесенными в региональный перечень исчезающих, можно в Зоологическом музее Ивановского госуниверситета. Причем совершенно бесплатно. Ученые планируют перевыпустить Ивановскую Красную книгу до конца 2017 года экологии. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.